Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Бобруйск собирают друзей и в списке городов-побратимов пополнение. Мы уверены, что прием и дружба между нашими городами будет только укреплять наши отношения. С кем подписали протокол? От волейбола до пауэрлифтинга. На стадионе «Спартак» прошли спортивные состязания. Чему они приурочены? Цвет настроения красный. В стране объявлен максимальный уровень опасности из-за жары. Такую погоду предпочтение стоит отдать открытой обуви и одежде из натуральной светлой ткани. Какой прогноз на выходные? А также дешевая электроэнергия, заветные баллы и альтернатива трамваю. В Минске построят наружное метро. Виват Бобруйск. В город съезжаются друзья и партнеры. Повод 634-я годовщина. В списке гостей делегации из Казахстана, Молдовы, Грузии, России, Израиля. Что касаемо последних, то сегодня Бобруйский и Новхагалиль официально закрепили дружественные отношения. Свои подписи в протоколе поставили мэр Александр Студнев и Александр Гладалкин, первый заместитель главы израильского города. Приоритетные сферы сотрудничества – спорт, туризм, экономика. Мы открыты полностью. И у нас в городе 40% жителей города говорят на русском языке. И я, и мэр города говорим тоже на русском языке. Поэтому я уверен, что прием и дружба между нашими городами будет только укреплять наши отношения и дружить даже между государствами тоже. Также сегодня подписан договор о сотрудничестве между Бобруйском и детским фондом ООН ЮНИСЕФ. Уже в 6 вечера во Дворце искусств стартовало торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня города. У природы нет плохой погоды. А вот опасные очень даже. Накануне температура воздуха поднялась до отметки в плюс 37 градусов. За неделю с тепловыми ударами в медучреждение страны обратились 117 человек. 32 – госпитализированы. Карина Гуревич нашла спасение от знойной поры. Синоптики обещают – выходные градус пойдет на спад. Но пока жара все еще не отпускает белорусов. В пятницу к знойным капризам небесной канцелярии добавится сильный ветер, ливень и град. Неделя началась с аномальных 30 выше нуля. Хотя абсолютный рекорд для Беларуси – плюс 38,9 – не побит, накануне в Могилеве столбики термометров поднялись до 37. За несколько дней с тепловыми ударами в медучреждение страны обратились 117 человек. 32 – госпитализированы. В такую погоду предпочтение стоит отдать открытой обуви и одежде из натуральной светлой ткани. Плюс головной убор и очки. Это защитит от ультрафиолетовых лучей. Обязательно захватите с собой воду и постарайтесь отказаться от долгих прогулок. Нелишним будет нанести и солнцезащитный крем. К сегодняшнему образу, хоть и неожиданно, добавился еще и зонт. Особенно опасно в этот период на дорогах города. Автомобиль быстро нагревается, кондиционер оборудован и исправен далеко не в каждой машине. Душное замкнутое помещение, прямой путь к головокружению и даже обмороку. А значит и к авариям. Если железный конь не готов к аномальной погоде, лучше отложить поездку или воспользоваться общественным транспортом. Еще одной причиной дорожного транспорта в летнее время очень часто является резкое ухудшение самочувствия водителя по причине погоды. Так как в летний период большая жара и нередко водителю становится нехорошо за рулем. От того, что где-то он устал, может быть он плохо спал. В знойную погоду активную поддержку горожанам оказывает и Красный Крест. Волонтеры совместно с сотрудниками ГАИ раздают воду и напоминают водителям о правилах. Такие прохладительные акции безопасности на дорогах госавтоинспекция будет проводить до конца лета. Три провели акции. Вчера была на базе Центра социального обслуживания Ленинского района. Сегодня вот мобильный такой пункт у нас. Завтра будем день города проводить. Также волонтеры будут ходить и поить водичкой. Очень приятно. Спасибо за ваши труды. Благодарю. Будьте внимательны. Спасибо. Ну как, порадовали вас сегодня в жаркую погоду? Да, конечно. Не так жарко теперь. А как вы вообще в жару спасаетесь? Напитками вода. Только вода больше ничего. На завтра из-за гроз объявлен оранжевый уровень опасности. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах ожидаются сильные ливни и град. Утром синоптики обещают слабый туман. Ветер южный с порывами до 20 метров в секунду. Столбик термометра днем в отдельных районах покажет плюс 36 градусов. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Наружное метро, печальная статистика и миллион алых роз. Ботанический сад приглашает на неделю цветения. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь попала в топ-5 европейских стран самой дешевой электроэнергии. Об этом стало известно из рейтинга, который опубликовали в России. В целом, самое дорогое электричество в Германии, Дании и Бельгии. По словам экспертов, высокие тарифы в развитых европейских странах – это результат больших налогов, связанных с поддержкой развития зеленой энергетики. В Минске будет строиться наружное метро. Но все это станет альтернативой трамваю. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак. По его словам, по такому же принципу городской электротранспорт можно модернизировать в Новополоске, где также ходят трамваи. Сейчас в столице идет строительство метрополитена. В ноябре 2020-го, напомним, открыты четыре новые станции. В Беларуси утонули более 60 человек. Работники МЧС и спасатели освод перешли на усиленный режим. Развернута большая профилактическая работа, рейды проходят каждый день. Специалисты отмечают, практически все несчастные случаи произошли в местах, запрещенных для купания. Первые результаты ЦТ станут известны в ближайшие дни. Минимальные проходные баллы в 2021-м сохранились на уровне прошлой вступительной кампании. Получить информацию о подценке своей работы можно в пункте проведения испытаний через СМС при подписке на соответствующую услугу, а также онлайн на сайте РИКС. Ботанический сад приглашают на неделю цветения в Розарии. Она продлится с 26 июня по 4 июля. Декоративная коллекция роз включает в себя более 270 сортов. Гостей ждет анимационное шоу цветочных шляп и живых скульптур, а также мини-концерт. Кроме того, сотрудники сада проведут мастер-классы и поделятся секретами выращивания и ухода за розами. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 813 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 413 952 человека. Эксперты ВОЗ пришли к мнению, вакцину от COVID-19 теперь можно использовать для детей от 12. Хотя подростки переносят коронавирус легче взрослых, в последнее время они стали чаще заражаться. В Москве, к примеру, в июле начнутся клинические исследования вакцины «Спутник Ви» среди детей 12-17 лет. Как известно, с 1 июля вакцинация станет обязательной для сотрудников сферы услуг Москвы и Подмосковья. В целом же процедура остается добровольной. Как пояснили в Кремле, тот, кто не собирается делать прививку, может сменить работу. Бобруйску физкульт «Ура» в городе прошел спортивный праздник. На стадионе «Спартак» свою технику демонстрировали мастера кожаного мяча. На беговой дорожке соревновались легкоатлеты. Плюс боксеры, пауэрлифтеры, конополисты, волейболисты. На фестивале представлены самые популярные виды спорта. К слову, этот праздник посвящен предстоящему Дню города. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok